Давненько мы с вами не играли. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтони Елай. Это очередное видео на моём канале. И да, что у нас сегодня? Правильно. Очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чём мы сегодня с вами будем говорить, точнее, играть в клуб романтики. Сегодня мы с вами будем проходить аж целых две серии подряд, поэтому готовьтесь, будет очень интересное видео. Но также хочу вам напомнить, что выход этих видео зависит только от вас и вашей активности. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, отсылайте в группы, делайте с этого мемы. Всё, что угодно, чтобы эта рубрика жила, потому что она существует только благодаря вам и вашим запросам. Также хочу вас попросить прийти внизу по ссылке в описании, возможно, подписаться на мои соцсети, или же даже купить мой потрясающий мерч Капой Ядом. Ну, а если вы готовы покрутиться в мир ангелов, демонов и любви и страсти, вам сейчас покажут Каменских Настя. Я натяну пальчиками нежные руки, свои чулки. Так, ладно, это какие-то суперстарческие отсылки, поэтому если вы готовы покрутиться в мир ангелов и демонов, любви и страсти, то давайте начнём. Итак, собственно, у нас всё в прошлый раз с вами закончилось на том, что мы нашли бездыханное тело Лоры, и в кустах кто-то был. Возможно, у нас сейчас нападут, или что-то плохое с нами произойдёт. Но самая большая проблема это то, что у Энди теперь не будет девушки, он будет клеиться к нам. Поэтому пятая серия, давайте начнём. Глава пятая. Задание и наказание. О, наказание. Люблю такое. О боже, Лора! Я вдруг поняла, что её убили совсем недавно, возможно, только что. Убийца может быть здесь. Гений дедукции. Справа мелькнула тень. Из лабиринта выскочил ангел Фенс. О, ты мой хороший, здравствуй. Он хотел выйти во двор, но заметил меня и остановился. Что ты здесь делаешь? Ну? На что сейчас обвинят в убийстве? Ну-ка стоять. Вместо объяснений я только открывала и закрывала рот, указывая на тело Лоры. Фенс его подошёл ко мне напряжённо и медленно, и посмотрел в ту сторону, куда я указывал пальцем. Некоторое время рассматривая Лору, никак не реагируя, затем он коротко, но строго произнёс. Пошла нахрен отсюда, брось. Это ты сделала? Конечно, я в каком-то красивом золотом платье подошла и убила Лору. Ты одна? Что здесь произошло? Да я только сюда пришла. Чё, откуда я знаю, что произошло? Погоди. Его взгляд свирепый, неимоверный, строгий, прошёлся по всему ему телу. Ангел Фенсов. Я не убивала Лору. Как только ты появилась здесь, всё пошло наперекосяк. Но позвольте мне вас увидеть, что всё будет нормально, если мы с вами поближе познакомимся. Он устало выдохнул и опустил меня. Опять. Опустил меня. Я хочу, чтобы Ангел Фенсов опустил меня. Ещё и наследила на месте преступления. Что ты делала в саду так рано? Кстати, что она делала в саду так рано? Я... Убирайся и держи свой рот на замке. Вообще без базара. Паника нам сейчас не нужна. Ну да, учитывая, что меня в прошлый раз чуть не убила какая-то огромная цветастая мразь, то как бы паника нам не нужна, действительно. Спустя полчаса учителя и помощники начали вырываться в каждую комнату, пытаясь что-то найти. Мими Басая стояла на кровати и гневно следила за действиями Геральта. Демон открывал шкафчики и швырял всё содержимое прямо на пол. Какая-то армейская система у них, если честно. Прощупывал стены, заглядывал за шкафы и прочее, прочее. Может, проверите и мое нижнее бельё? Этим займусь я попозже. Она не сдерживала и не скрывала своё раздражение. Проверю, если потребуется. Ага! Настроение. Тройничок с Геральтом и... Мими. О, боже мой. После обыска комнаты Геральт подошёл ко мне, чуть грубо схватил меня за руки и начал рассматривать мои ладони. Он обращается со мной, как с подозреваемой. Охотно пойти навстречу. Лора убили. Конечно же, они будут расследовать это. Я нашла её. Если у вас будут какие-то вопросы, я сразу с них отвечу. Геральт обхватил мою голову, заставляя взглянуть в глаза. Это как? Вот так, что ли? Вот так? Хорошо, мне всё ясно. Шо тебе ясно? Спасибо за доверие, Крысина. Ой. Через час вы должны собраться в общем зале. Зачем? Директор хочет дать объявление. Серафим Кроули? Серафим Кроули! Серафим Кроули просто вкусно. Он ответил резко и даже грубо. Как бы отсекая дальнейшие расспросы, а затем вышел, дав кому-то знак, что с этой комнатой он уже закончил. Но наши отношения с ним ещё не закончены. Ангелы, демоны и непризнанные стояли предогромной статуей поднял головы. Их взгляды были устремлены на Серафима, стоящего перед ней. Он важно оглядывал всех присутствующих и поглаживал морского дракона, послушно сидящего рядом. Это какой? Это фыр, который, такие морские драконы, да, у нас потрясающие. Ого, здравствуйте, а у вас накидочка, все дела, серебро, богатство. Неудивительно, что вы не выходите никуда, потому что вас могут обокрасить. Мы собрались здесь по случаю ужасной трагической утраты. Мы собрались здесь, дорогие врачующиеся, чтобы поженить крысину и всех остальных мужиков, которые присутствуют в этой игре. Только бессмертный может убить бессмертного. Вы видите в этом логику? Бессмертный убить бессмертного. Они же бессмертные, как их можно убить? Непризнанную лору убили осколком. Чего? Стекла? Мы изучили его и пришли к выводу, что он принадлежит зеркалу небытия. Ости, иди в жопу, Ости, ты мне не нравишься, и ты по прежнему вызываешь у меня только негативные эмоции. Я надеюсь, ты сдохнешь. Следующее. Не может быть. Что не может быть? Что ты до сих пор жива? Мне тоже очень с трудом это верится. Рецифер, исключено. Хороший вы. Это значит, если мальбонты действительно существуют, его могут освободить. Верно? Ну, наверное. Я вообще не вдупляю, что у вас тут происходит. И тут второй день, тут уже какие-то чайки летают, какая-то смерть происходит, какой-то мальбонты. Я вообще не вдупляю, что происходит. За пропаганду ЛГБТ. За пропаганду легенды вы можете наличь на себя проблемы, сын мой. Но это зеркало и правда опасно. Оно открывает путь туда, куда ступать нельзя. Снимает замки с дверей, что должны быть закрыты. А он такой, знаете, псевдоинтеллектуал. Говорит такие прям простые вещи в стиле кровь-любовь. И все такие, господи, какой гениальный человек. Но брови у него еще такие прикольные. И показывает самые темные стороны души, способные свести с ума. Как и я, в принципе, способен свести с ума всех вокруг. Вот почему обыскивали комнаты и искали другие осколки. Я бы не догадался до этого, если честно. Добавок ко всему, из тюрьмы сатаны сбежал один из заключенных. У сатаны из тюрьма? Пф, бред. Никто прежде не выбирался из тюрьмы моего отца. Я ждал этого момента. Тринадцать лет воскования. Это невозможно. Как говорил Дима Билан. Все невозможно, я, возможно, знаю точно. Поэтому чш. Ты считаешь, что я вру? Ты че? Ты кем себя возомнил, чумошник? Ты считаешь, что я вру? Стою перед тобой. Тут еще что-то такое. Ости схватил Люцифера за руку. Руки убрала от него, мразь. Убери руку, пока я тебя не оторвал. Это Серафим Люци. Молчи. Так. Во-первых, завались, пока ты твои кожаные штаны в жопу не засуну. Я не благоговею перед тобой, как все эти бараны. И не глотаю всю ту ересь, что ты несешь. Ту на тебя, мразик. Господи, боже мой. Ох уж эти сломленные, токсичные мужики. Прекрасно. Где доказательства? Кроули. Ой, 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 ой. Какой он. Меня жарко стало. Твой отец облажался, Люцифер. Бум. Куча флип-флапс. Люцифер стоял в нескольких метрах от меня. Но я увидела, когда заходили жевалки на его острых скулах. Три точки. Пока заключенный не будет найден, мы призываем вас быть осторожными. Иначе вы закончите как Лора, с осколком в животе. Мне сказали, у вас сейчас задание на земле. Ой, господи. Я думал, будет секс. А секса не будет, что ли. Более не смею вас задерживать. Ну и тху на тебя, мразик. Все начали расходиться, но я замерла, вглядываясь в лицо директора. Он может знать мою маму. Это шанс узнать. Подойди к Серафиму. Ну, узнаем, что там с мамой. Может, она жива? Она вообще про нас знает? Это прозвучало очень как-то странно. Гладил своего дракона, готовя его к полету. Так, опять мои пошлые мысли. Он же старикан. Забудь. Все, тихо. Что такое? А ничего. Простите, здравствуйте. В чем дело? Его голос прозвучал несколько холодно, высокомерно. Совсем не так, как при общей встрече. Лицемерная мразь. Меня зовут... Я знаю, кто ты. А по мне слава доведет. Наверное, все говорят, что я мразь и шлюха. Отлично. Ты смелая, девчонка, раз подошла ко мне? Или наглая? Ну, и то, и другое. Он оглядел меня, будто пытался понять, к какому типу я отношусь. Такому, знаете? Немножко к гетеросексуальному, но... Что-то есть, что-то есть. Видимо, я оказалась слишком... Я опять прочитал. Опущенный. Смущенный для наглой девушки, потому что в следующую секунду он произнес. Если ты хотя бы в половину такая же талантливая и смелая, как твоя мать... Интересно, какие у моей матери были таланты? Оральные, наверняка. Ты добьешься нужных успехов и увидишь ее по долгу службы. Боюсь, это единственный способ увидеться с ней. Я не понимаю, как это работает. Мне просто хочется повидаться с матерью. Пусть она придет сюда. Серафим Кроули запомнил себя. Его благосклонность может тебе пригодиться. Особенно, если буду стоять на коленях. Будь осторожны, дитя. Ширф! Хорошо произнес. Серафим подал знак, и дракон тут же взмыл до самого потолка. А затем, искусно пролетев мимо всех препятствий, вылетел через проход на свободу. Мисселина раздавала всем задания и вскоре обратилась ко мне. Крисина, на этот раз ты будешь работать в команде с Мими, Дина, Сэмми и Адди. У-у-у, мы все мои любимые люди. Хорошие родные, с каждым из них я мечтаю переспать. Ну, с одним уже поцеловался, с другой уже переспал. Осталось еще двое. В принципе, вполне себе. Все непризнанные должны посмотреть, как с заданиями справляются демоны и ангелы от рождения. Они более опытные. Задания у них сложные, поскольку их учат этому, едва ли не с пеленок. Ну, Мими там едва ли не с пеленок учат другими, чем поэтому. Не против? Да вообще без Б. Первые крылья были даны тебе, чтобы ты к ним привыкла. Они более легкие и подвижные. Но тебе стоит отрастить крылья чуть больше, чтобы ты смогла выдержать долгие полеты. Тем более, у вас скоро... Крылоборство? Это what the fuck? Карл украл и украл крылал. Крылоборство. В крылоборстве крылья нужны покрепче. Это что такое? Это типа квиннич? И как мне отрастить их? Ну, там, не знаю, бальзамчик накапай. Там лошадиная сила поможет, наверное. Подойди сюда, детка. Детка? Веселина. Ну-ка. Она протянула ко мне руки и улыбнулась. Вот так. А теперь прости меня. У-у-у! Все будет красное. Одним резким движением... Она вырвала мои крылья и стукнула. Господи, в смысле ты вырвала мои крылья, мразь? Вставь обратно, я за них деньги отдал. What the fuck? Я заревела от боли, но она прошла так же резко, как и появилась. А-а-а! Новые крылья вышли еще одним болезненным толчком прямо из-за рваных ран. А это все происходит в коридоре у всех на виду. Да, мне там просто выдирают крылья из жопы. Птичка певчая. Необычные. Простые красные. Ну, в принципе, мне нравится птичка певчая. Они такие красивые. С аутфитом смотрятся. Персик. Берем. Мисселина бросила на меня еще один извиняющийся взгляд и продолжила вести урок. А, то есть это все было во время урока. То есть пока все писали конспекты, меня позвали, вырвали мне крылья из задницы и послали на место. Класс. Вашим подопечным сегодня станет некий Сэмюэль Макото. Who is this? Амбициозный гонщик, жадный до победы любой ценой, постепенно скатывается до все более низких трюков. Скатывается прям как я. По его мнению, цель оправдывает средства. Кристина, Мими и Ади, вы должны сделать так, чтобы Сэмюэль выиграл гонку. Ага. И что? А как это ему поможет? Дина и Сэмю должны наоборот помешать ему. А, то есть у нас настроение вот такое, да? Играть с судьбами людей. Отлично, супер, шикарно, мой стиль. Сегодня ты дева литься, да? Ну для тебя буду кем угодно, как говорится. Всем чем захочешь. Похоже на то. Ади и Сэмю сразу прыгнули в водоворот. Ой, опять этот водоворот, опять тошнить будет. Дина отошел в сторону и жестом показал вниз. Типа на колени вставать, что ли? Ну, хорошо, давай. Что, прямо здесь, что ли, при людях? Да, мы вперед. А, я тоже подумал. Ну ладно, спасибо. Только на жопу мою не смотри. Ладно, смотри. Какой ты галатный, аж тошно. Мими, давай не будем на него наезжать. Мы с ним сосались в саду. На том же месте, где кокнули Лору, но все равно сосались. Мы делали это до того, как там Лоре выкнули в глаз осколок. Мими качнула бедрами, как бы толкая Дина, и нырнула в облака. Мы с Диной улыбнулись в ее выходке. Как только мы присоединились к ним, в полете Мими подлетела ко мне ближе. Сначала нужно закупиться шмотками. Нет времени. Ничего не знаю. Шоппинг! Мими едва ли не влетела в магазин и побежала мимо вешала, хватая вещи то с одной, то с другой стороны. Ну нет, опять. Дай мне выбрать какой-нибудь наряд. А то я хожу в этом золотом полуголом платье, все-все видит у меня. У меня же скоро все начнет вываливаться. Это надолго. Я сваливаю. Никуда ты не пойдешь, мой хороший. Остаешься здесь с нами. Я с вами. Мальчики вышли, оставив меня одну с разъяренной бестией. Здесь есть нормальная одежда или все из секонд-хенда? Крысина, иди сюда. И думаю, хорошо, бегу. Она схватила меня за руку и потянула в гардеробную. А ну-ка. Кинула мне хапку вещей. А, я думаю, у нас гардероб... Ну ладно, хорошо. Примеряй. Стильный наряд. Услало для глаз. Простой наряд. Стильный наряд. Услало для глаз. Услало для глаз, естественно, потому что... Я выбираю самую дискомфортную одежду всегда, поэтому как бы... Ничего из меня это традиция. Гонщики, важно, стояли около своих машин и о чем-то разговаривали. Только один был в стороне ото всех. Он поправлял перчатки, лишь изредка удостаивая своих соперников коротким взглядом. У-у-у, еще один токсичный мужик. Это и есть Семель Макото? Я поняла это по удару сердца, по мурашкам, по коже. Все мое тело стремилось к ему, ведь он был моим заданием. Заданием, конечно, заданием. О, хеллоу, здравствуйте. Нихау, как дела? Ади взял меня и мими под руку и отвел в сторону. Что ты делаешь? Это война, мальчики, а я хочу победить. First of all, fuck you. Second of all. Я хочу на это посмотреть, что ты там собрался делать. Такой проказник. Валите давайте, продумывайте свой план. А я забыл, что мы должны были сделать, чтобы он выиграл гонку или проиграл. По-моему, выиграл. А, без разницы. Он пренебрежительно махнул рукой и повернулся к нам. Ну что, девочки, начнем? Говорится, game on bitches. Не знаю, что ты там придумал, но я буду действовать, как привыкла. Как ты привыкла действовать, зная тебя ты, это, роток не раздевай. С тобой никакого разнообразия. А мы будем прямо в центре событий. Согласна, Крысина? У меня есть выбор. Мне кажется, нет. Сэм, че, как? Вы это мне? А ты видишь здесь других корейцев? Да, BTS! О, мам, мам, май! О, мам, мам, май! Настроение так. Стрим BTS for Clear Skin. Мне хотелось дать ему подзатыльник, но Ади, похоже, знал, что делал. По какому вопросу? Выражение лица гонщика стало каменным и жестким. Мы помощники организатора, и нам нашептали о том, что ты можешь нарушить правила. Нам не нужны проблемы, надеюсь, ты это понимаешь. Не стоит беспокоиться. Я буду аккуратен. Хорошо, Чунгук. Будь аккуратен. Он улыбнулся, но улыбка эта скрывала слишком очевидную уверенность в победе. Вот мразь, себя по-любому хоть херню выкинет. О, конечно, не ссы. Мы тебе верим, но знаешь как. Доверяй, но проверяй. Все ангелы и демоны любят человеческие поговорки. Вот знаете, Крысина такой персонаж иногда делает какие-то вещи, которые абсолютно невероятно тупые. Причем это человеческие поговорки? Причем они тут здесь? Кстати, мне тут надо сказать, что Крысину на самом деле зовут Вики. Хотя имя Крысина мне больше нравится, но не суть дела. Мы сядем к тебе в машину. Сэмюэль раздраженно поджал губы, но удивленно дал согласие. Как хотите, с вами будет еще парень, если вы не против. Еще парень? Намджун, что ли? Какой парень? Я говорю, Намджун. Салют. О, хэлло, Дина, здравствуйте. Как-то успел, сукин сын. Как некрасиво. И тут Мими вышла перед машинами. Качнула бедрами, покрутилась перед участниками, словно на дефиле. Интересно, что она сделала с девушкой, которая должна была быть вместо нее? Я ее боюсь представить. По машинам, мальчики. Садись сзади, Дина, впереди. Но не успел гонщик сесть в машину, к нему подскочила Мими. О, мой победитель. Сэмюэль покраснел, отвел глаза. Застеснялся, что ли? Ну, хотя при виде Мими я бы тоже достеснялся. Потом, будто сам удивившийся реакции, снова посмотрел на нее. Что ты делаешь? Мими правила пальчиком по его шее, что зашипнула на ухо и поцелала в щеку. Нифига себе. Ты должен победить, мой сладкий. Ты сделаешь это ради меня? Он зачарованно глядел ей в глаза, тяжело сглотнул и немного нервно отстранился. Я постараюсь. Постарайся. Ууу, гонки понеслись. Ну-ка. Машина быстро набирала скорость, лавируя между соперниками и другими машинами. Гонщик игнорировал красный цвет и вообще все мыслимые и немыслимые правила на дороге. Дина молчал. И я гадала. Что у него за план? Ну вот, мое внимание привлекло то, как он коснулся бардачка. И выточил пистолет! Нет, не бесполезно, хорошо. Несколько секунд спустя машина начала снижать скорость. Что за черт? Дина как-то влияет на машину. Помешать ему. Я стукнула Ади, показывая, что тот делает. Тогда Ади прижал руку к спинке сиденья Дина. И тот вдруг скорчился от боли и почему-то рассмеялся. В чем дело? Не отвлекайте меня. Машина снова разогналась. Мы вырвались вперед, но нас подрезала другая машина. Уууу, форсаж начался! Ну-ка, такийский дрифт! За рулем был Сэмми. Он успел подмигнуть нам и послать воздушные поцелуи, прежде чем скрыться за поворотом. Ах, мразь, а! Так просто ничего не видит. Педаль в пол! Я вжилась в Ади, словно правда боялась умереть. Но сейчас еще не хватало сдохнуть в очередной автокатастрофе. В первый раз умерла за машиной, в второй раз умрешь в машине. Класс! А впрочем, страх смерти не искоренит никогда. Скажите, это Лори. Мы проносились мимо перекрестков, просто чудом не вписываясь в машины из других потоков. Сэммель обогнал Сэмми. А, Сэммель обогнал Сэмми. И рассмеялся, на радостях ударяя кулаком по рулю. Ха, так-то! На дорогу выскочила девочка. Сбей ее! Девочка пробежала несколько метров и остановилась, прислушиваясь к гулу машин, но еще не понимая, что это значит. Сбей ее! Она испуганно справляла в нашу сторону и будто бы не могла пошевелиться. Двигайся нахрен, уйди с дороги! Сэммель ударил по тормозам. Он пожертвовал своей победой, не желая рисковать ребенком. Ой, дурака! Дина выпрямился в кресле. Там девочка! Сбей ее! Но Адель снова что-то сделал, и Дина скручился от боли. Дина, завались! Что ты делаешь? Сэммель проскочит. Не заденет ее. Он должен выиграть. Если не он собьет, то так другие машины, что сзади нас. Если ей суждено умереть, она умрет, крыся. На закон равновесия. Ну, правильно, сейчас и что? А нахрен на дорогу надо было выбегать, а? Кто вообще ее отпустил? Где ее родители? Дина в ярости повернулся к Аде, и одним только взглядом заставил от него задыхаться. Все это произошло за какие-то доли секунды. Мы должны выиграть, но стоит ли победа того? Ладно, идем по пути, мрази. Сделать все, чтобы выиграть. Я сжала плечи Сэммеля, заставляя его прислушаться ко мне. Дави на газ, мать твою, мы почти у финиша. Сэммель крутал уруль. Колеса, стираемые об асфальт, взвиснули. Мы замерли в нескольких дюймах от ребенка. Да еб твою мать! И проиграли, да, гонку? Озвучка. В нас врезалось еще несколько машин. Отлично, я же говорил, что в нас все в итоге врежутся, и мы сдохнем. Класс, супер, отлично, Дина, ты все испортил. Одна пролетела мимо. Бам! Чей-то крик. Я повернул голову, но боль была такая адская, что я едва смогла раздреть маленькое телце, бьющееся в агонии в лыжу крови. Я же говорил, что она в итоге все равно сдохнет! О, нет. Следующие кадры стали для меня ожившим кошмаром. Как будто она пару часов до этого не увидела Лору с куском зеркала в лице. Я заключала и потянулась к Сэмюлю, склонившемуся над ребенком. Он был весь в крови. И руки его дрожали. А взгляд был решительный, будто он принял какое-то важное решение, даже если он сам этого еще не осознал. Дина вытащил меня из машины и его от собравшейся толпы. Мы сейчас с тобой будем выяснять отношения, мразь не тупая. Ты что он творил, а? Ади с Эмимими встали поводой от всего происходящего. Я же говорил, что ей суждено было умереть. Он прав! Она бы так и так умерла! В таком случае ангелам было суждено выиграть. Ади заметил, как я дрожу и подошел ко мне. Ты этого, возможно, не понимаешь, но ты сделала все правильно. Конечно, я сделал все правильно! В смысле, кто-то со мной спорит, что ли, будет, ну, кроме Дина? Ты боец, это поступок лидера. Вот именно! Да, такие решения проявлять непросто. Я понимаю, что вы ко мне сейчас все подлизываетесь, но как бы я-то прекрасно понимаю, что она так и так бы сдохла. Надо было ее сбить! Демоны тоже не черствуют, но мы знаем, что такое необходимое зло. И нам хватает силы быть им. Не вини себя, ты выполняла свою работу. И все-таки ангелы могут поступить... Ой, иди в жопу! Отказаться от своего задания, вы все равно поступайте как ангелы. Это не нарушает равновесие. Они еще долго спорили. Дина держался особняком. Его взгляде не было ни осуждения, ни злости, только грусть. И грустил он по той маленькой душе. Ой, началось! Грусть по душе, ла-ла-ла. Она умерла, все забыли. У нас осталось еще немного времени, и мы решили прогуляться, чтобы пройти в себя после задания. Что, может, в караоке? Или в бар? Дина отставал, и я снизил темп, чтобы поравняться с ним. Ты сдадишься на меня за то, что я сделала? Он удивленно посмотрел на меня, будто даже не заметил, как я подошла и некоторое время молчал. Нет, ты сделала так, как тебе велели, мой отец похвалил бы тебя. Твой отец слишком жестокий для ангела и невероятно горячий. Его будто позабавила эта реплика. Дина вдруг остановился, глядя себе под ноги. Ты же мой хороший, травмированный отцом мужик. Асфальт был с трещинами, как и мое сердце. И моя жопа. И через одну из них проявился цветок. Даже в каменных джунглях находится место чему-то хрупкому, настоящему. Ой, вы еще и романтик, и поэт, господи, Есенин нашего поколения. Он встал на курточке, чтобы сорвать цветок, но рука его замерла в воздухе. Только не говорите, что он боится рвать цветы. А затем кончики пальцев лишь слегка прошлись по лепесткам. Ладно, этот цветочек ты не сорвал, зато можешь сорвать мой цветочек. Я хотел сорвать его для тебя, но лучше я сорву с тебя это платье. Но это было бы кощунством и лицемерием перед тобой и самим собой. Я все же дарю его тебе. Согреет ли тебя мысль, что где-то между небоскребами за жизнь борется такой цветок? Так, быть мразью или не быть мразью? Ну, в принципе, уже были сегодня мразью, поэтому можно быть чуть менее мразотным человеком. Поэтому, да, согреет. Дина посмотрела на меня и улыбнулся. Снимай штаны, парень. Меня тоже. Сами обернулся к нам. Как насчет того, чтобы вернуться? Да, пора. Мы посмотрели на небо и над нашими головами стали сгущаться тучи. Простите. Я почувствовала, как мои ноги все меньше касаются земли. Я чувствовала, что меня что-то еще держит. Письма с полицейского участка. Чего не прочитала? Писька с полицейского участка. Я повсюду брала его с собой, но... Мне словно нравилось мучить себя мыслями о тайне своей смерти. Ой, потом разберешься. Ой, боже мой. Достала из кармана письмо, но порыв воздуха вырвала у меня его из рук и утащила под ворот. Ой, тупая. Вот она наряле делает такие вещи, которые... Ну вообще зачем? Зачем? У тебя мозгов нет. Почему мозг-то не кликает? Почему не кликает мозг? А, объясни мне. Нет. Не кликает, да? Я вытянул руку, пытаясь поймать его. И замерло так, даже когда увидел, что письмо кто-то поймал и сжал в кулак. А? Хеллоу! А можно письмецо обратно? Хотя, в принципе, можешь положить его в карман своих джинсов, и я там сам найду. Люцифер, здравствуйте. Люцифер. Тоже возвращался с заданием, теперь с интересом разглядывал находку. Отдай. Но только я хотела подлететь к нему, как водоворот вытолкнул меня. Я оказалась у полицейского участка и тут же забежала внутрь в страхе, что меня унесет обратно. Пусть подавится моим письмом. Похоже, водоворот считал мои мысли и решил, что мне нужно сюда. Простите, я могу вам помочь? Ну, с таким лицом вы должны сами себе помочь. Полицейский сделал закипы бумаг и заполнял какие-то отчеты. Вот и сиди, и заполняй, и не разговаривай, смотри, не дыши со мной воздухом, просто не смотри на меня. Да, я хотел бы поговорить с тем, кто войдет в дело о смерти Уокер. Его лицо вытянулось, глаза быстро пробежали по мне, анализируя. А кем вы приходились убитой? Убитой. Убитой. Приходилось я. Только вот что делать? Прикоснуться к его шее, случайно пролить его на штаны холодной кофе, намекнуть единицы, прикоснуться к руке. Ну, давайте прикоснемся к руке. К шее как-то too much. Все остальное мне не нравится. Я сделал вид, что готова расплакаться и коснулась его руки. Провела пальчиком по костяшкам. О, господи, настроение секс. Пошел туда только не с теми, с кем хотелось бы. Прошу, помогите мне. Я терзаюсь в догадках. Я внимательно посмотрел на него, стараясь через этот взгляд провести все свое желание. Только желание, мне кажется, сейчас пойдет абсолютно не в ту сторону. И вдруг почувствовала, как энергия внутри меня просачивается в него и крутит его шестеренки, как мне нужно. Ну, началось просто. Мастер часовых дел крутит шестеренки. Полицейский смотрел на меня, не отрываясь, а потом часто заморгал и попросил несколько сконфужина. Что вас интересует? Я сделала это. Пока не прошел эффект, нужно успеть расспросить его. Девушку подрезала машина. Кто был за рулем? Машину взяли на прокат из Global Drive. Черный минивэн, номер 357. Мы это запомним, наверное. Скорее всего, эта информация вылетит у меня из головы очень быстро. Он протянул мне их визитку, но вдруг замер в недоумении. Только зачем? Кто вы? А все же, а все же. А раньше надо было поздно. Все уже. Пока. Заюш. Все. Чмоки. Я выходила в визитку, пока он не очнулся, выскочила и развернулась, чтобы уйти. И столкнулась с Люцифером, естественно. Мне в лицо пролетело письмо, которое забрал демон. Из-за этой бумажки водород притянул меня сюда. Ну давай, порычи на меня еще, а? Завали. Всю дорогу я шла впереди время от времени, оглядываясь на плетущегося позади Люцифера. А что он сзади-то меня идет? Уже на месте я резко обернулась к нему. Че тебе? Довольная усмешка на его лице сменилась явным раздражением. Он схватил меня за одежду одной рукой и притянул к себе. Срывай с меня юбку, давай! Если ради развлечения я позволил тебя пару раз огрызнуться в разговоре со мной. Завались? А? Он жал кулак чуть сильнее, отчего ткань даже затрещала. Ткань чего? Моих трусов, что ли? Это не значит, что тебе можно постоянно это делать. Ты поняла меня? Окей, папочка, не буду больше. Ладно, не в жопу. Че ты мне будешь указывать? Ты кто вообще? Ту, блин, нашелся мне тут крылатый пиздюк. Я отбросила его руки и поправила одежду, но голос дрогнул, когда я сказала. Да, поняла. Ладно. Но почему ты ходишь за мной? Люци, пожалуй, полечами. Люци! Люци! Все равно уже тут. Почему бы не развлечься, наблюдая за тобой? Обожаю. Я кисло улыбнулась ему и стала высматривать менеджера. К счастью, он подошел сам. Здравствуйте, чем могу помочь? Ну, не знаю. Давайте узнаем. Здравствуйте, нас интересует черный минивэн. Хотим поразлечься где-нибудь его обрывы, глядя на закат. Это свидание? А что, в следующей серии будет обрыв, закат, все дела? Классно, уважаю. Поразвлечься. Ну, ты видел его, ты видел меня, ты видел на мне одежду. Скоро ее не будет, поэтому, как бы, да, поразвлечься. Поэтому берем минивэн, чтобы можно было в машине сразу. Ах, да, понимаете, Фредди до сих пор живет с мамой. Я взяла Люцифера под руку. Маменький сынок, представляете? А иногда так хочется побыть только вдвоем. Может, вам тогда машину другого плана? Я хочу черный минивэн, завались. В чем дело? Я что, такая неприятная, что ли? Мразь, гадина вонючка, что ли? Что, тебе не нравится? Вот это вот все, что ли? Я для кого эту юбку-то накидывал, а? Люцифер положил руки в карман с лицом. Я же говорил. Ой, завались, а. Не беси меня. Я вызываю полицию. Я вызываю силу трех. Он поспешно ушел за телефоном. Что, угони машину? Не понимаю. Ты точно дочь Уокер, а не инфузории? А-а-а! Подъем засчитан! Ты хоть что-то умеешь? Да, могу дать тебе по лицу, мразь. Менеджер Гейн, на него никогда бы не сработали эти уловки. А, извините, то есть вы теперь у нас эксперт по гомосексуальности, да? Пропаганда ЛГБТ какая-то происходит здесь. Тебя посадят за это. Зачем лезть в воду, когда не умеешь плавать? Чтобы умереть. Чтобы научиться. Хорошо, у нас немножко разные взгляды на жизнь. Я подошла к менеджеру. Он крутился с телефоном в руках, бросая на нас нервные взгляды. Заметив меня, он начал что-то быстро говорить в трубку. Вы! Он не успел и договорить, кто-то вырвал телефон из рук менеджера и разбил пол. Что вы делаете? Люцифер прижал менеджера к стене и сходил за горло, но не сильно только припугнуть. А ему, скорее всего, это понравилось. Тот сразу задрожал, затрясся, отчаянно цепляясь за руку Люцифера. Сильнее, папочка, сильнее! Ох уж эти дедикинки. В крови? В какой крови? Какие деньги? Кровавые деньги. Кто ищет? Кое-кто ищет этого водила, нам заплатят деньги. Сечешь? И если ты сейчас не скажешь его имя, вместо его головы я принесу твою. Нет, пожалуйста, я все скажу. Я был как раз на смене, и его хорошо запомнил. Он был очень-очень, не знаю, отстраненный. И имя у него было странное. Французское там какое-то, женское. Он совсем был не похож на француза. Не беси меня. Имя? Амиди Лоран? Ха? Да фак! Какой жопе? В какой Франции это французское имя? Амиди Лоран? Подожди, сейчас с французским акцентом. Амиди Лоран? Бонжиу, Амиди Лоран? Бонжиу, жмопель Амиди Лоран? Главное, хорошо. В принципе, по-французски звучит. Люцифер отпустил его. Но менеджер вдруг затрясся, еще больше протягивая к нему руки. Еще секунду. Можно пригласить вас на свидание? Я пошла прочь, не отнимая взгляда от этого клочка бумаги. Неужели мне удастся найти убийцу? Как-то слишком просто все выходят. Ну, в принципе, мне кажется, все слишком хорошо идет. Мне кажется, сейчас произойдет какая-то херня. Кажется, что убийца ее отец. И что? Ты меня даже не поблагодаришь? Ну, ты меня пригласи на свидание, а потом посмотрим. Поцеловать в щеку? Ладно, поцелуй в щеку. Я остановилась и только сейчас подняла глаза на Люцифера. Он стоял смирно, и лицо его ничего не выражало ни усмешки, ни злости. Люцифер будто изучал меня. Спасибо. Чмок в пупок. Пожалуйста. Эхе. Тебе понравилось, что вы делаешься. Поднялся ветер, и собрались тучи. А ваши отношения с Люцифером улучшились. Мы с Люцифером подняли голову, наблюдая, как небо начинает закручиваться в воронку. Мы слишком долго здесь находимся. На сегодня достаточно. И да. Люци! Люци — это как полюции. Если вы не знаете, что это, не гуглите. Что? Ты расскажешь о том, что здесь было? Я уже сказал. Твую задницу я прикрывать не буду. Я буду только ее тратить. Но идти жаловаться тоже не намерен. Люцифер прыгнул, и водоворот тут же унес его с собой. Я не стала припираться и прыгнула следом. Люцифер заложил руки за голову и закрыл глаза, будто полет в водовороте был у него отдыхом. Я тоже молчала. Ну а что с ним говорить-то, в принципе? Пососались, хватит. Затем круговорот начал замедляться и нас выбросило. Только со всеми туда, куда мы ждали. Здравствуйте, а почему в аду? Что происходит? Почему мы здесь? Ах, черт. Люцифер начал пинать камни и громко ругаться. Так, подождите, мы сейчас... Я предчувствую, что сейчас будут проблемы с отцом. Неужели я встречусь с сатаной? В чем дело? Пораскинь мозгами непризнанное. Отец узнал о том, что мы нарушили правила. О, папочка будет мне в восторге. Он хочет, чтобы я пришел к нему с извинениями. Я сделал несколько шагов назад от пропасти и от взбешенного Люцифера. О нет, куда пошла? Он больно жал меня за запястье. Водоворот принес нас двоих. Отец хочет видеть и тебя. Что же у них-то такое семейное, да, видеть меня? Желательно, на коленях. Отец, то есть сатана. Ну а кто еще? Да, смышленая ты наша. Стопэ. Это конец серии, что ли? То есть в следующей серии мы с вами встретим сатану? Хо, интересно. А чем будет? А ну-ка. Глава шестая. Крылья под ударом. Звон цепей, душераздирающие крики, запах сырости и боли. Мое типичное утро. От каждого шороха я тянулась к руке Люцифера. Он тут же отдергивал себя. Чего отдергивал? Надо за руку его взять. Страшно нам, да. Люцифер шел прямо, как вышкаленный солдат, не обращая внимания на тюремные камеры по обе стороны от нас. Заключенные тянули руки к нам. Страшные, два человеческие. Они пытались дотронуться до меня. Не бойся. Он шлепнул руку, которую удалось схватиться за перо моего крыла. Лучше бы шлепнул мою задницу. Это временная тюрьма для заключенных, для которых не успели еще определиться с наказанием. Здесь не мучают, а просто держат в заперти. Ну, слава богу. Слава богу. Обожаю. Так что, это еще цветочки. Он говорил спокойно, но я чувствовала его напряжение. Словно пантера, которая готовится к прыжку. Причем тут напряжение и пантера, которая готовится к прыжку. Абсолютно противоположные эмоции. Вот она иногда как сляпнет какую-нибудь херню. Прямо сразу стыдно становится. Кстати, про стыдно. Прошлая серия была, по-моему, первая серия без Энди. Надеюсь, это тоже будет без Энди. Куда мы идем? К отцу твоему. Уже никуда. В смысле, уже никуда. Люцифера слился в одной из камер. Заходи. Прости, что? Ты хочешь закрыть меня здесь, рядом с ними? Тебе же лучше, поверь мне. А что, твоя папочка меня докажет, что ли? Активно сопротивляться. Бесердечный упырь. Я оттолкнула его, но он быстро шагнул вперед, не давая мне проходу. Тогда я ударила его по лицу. Шлепок был такой громкий, что я сама испугалась. Дай, дай пройти. В голове промыкнула мысль, что может ударить он меня в ответ, но Люцифер стоял смирно. Правильно. Меня бить не надо. Я могу дать сдачу. Я прижалась к прутьям, но они оказались покрыты острыми шипами, которые тут же впились мне в кожу. То есть ты их не увидела, слепая мышь? Ах. Ни к чему не прикасайся. Ну, спасибо за совет, мог бы раньше его дать. Будет лучше, если ты останешься тут, пока я встречусь с отцом. То есть ты не хочешь меня знакомить со своим отцом? Все понятно. Я-то думала, наши отношения двигаются вперед, а ты меня даже с отцом знакомить не хочешь. Тебя никто не тронет, не посмеет. А то будет иметь дело с тобой, да? Или потому что со мной никто не хочет общаться. Неважно. Он сделал акцент на последнее условие, глядя на соседние камеры. Там было темно, и казалось бы, то Люцифер говорил с пустотой. Я больше никогда с тобой никуда не пойду. Это моя мать отказывается меня брать куда-либо с собой. Я кричал, и все, что приходило на ум. Мразь, гадина, вонючка, просто. Пока в соседней камере снова низвякнули кандалы, вынуждая меня умолкнуть и прислушаться. Кто здесь? Твоя мамка. Это Андрей Нойлс, прискакал. Камеры разделяли такие же прусти, так что можно было посмотреть, что происходит с соседней. А что происходит с соседней? Я стала вглядываться в непроглядную семень. Понемногу начал вырисовываться чей-то силуэт. Кто-то медленно подходил все ближе и ближе, затем остановился. Я сделала шаг вперед в попытке рассмотреть, кто же там. И вдруг из темноты выскочало нечто, резко схватило за руку и потянуло на себя. Эй, куколка! Здравствуйте! Но вам бы, конечно, не помешал увлажняющий крем, молодой человек. Ты меня звала? Нет, тебя никто не звал. Отойди нахрен от меня. Шипы впились в руку и от резкого движения разрезали кожу. Давай, настроение порежься, вскрой себе вены. Вообще, такая молодец огромная, я прием могу. Сладко! Ударить его, резко ворвать руку, пригрозить Люцифером. Ударить его! Я протянул другую руку и резким движением стукнуло его головой о прутье. А-а-а! Стерва! Заключенный запомнит тебя как стерву. Вся моя жизнь! Этот человек запомнит тебя как стерву! Заключенный прошелся из одного угла в другой, не отходя от меня взгляда. Он уже освободил одного, ты слышала? Раз ему удалось освободить одного... А, подождите. Раз ему удалось освободить одного, получится освободить и другие. А когда он освободит меня, я с радостью полагаю с тобой. Заключенный облизал губы и быстро застучал зубами. Не подходи. О ком ты говоришь? Кто он? Ты не знаешь? Отвечай! Кто он? Заключенный снова медленно подошел, почти подплыл к прутьям, чтобы я лучше разглядела его лицо, которому нужен увлажняющий крем. И прошептал по слогам, словно смакуя, это слово. Ну-ка, прежде чем я узнаю, кто это. По-любому это Мальбонте, да? Мальбонте! Я б твою мать! Сраный Мальбонд, кто это вообще такой? Камера открылась. Вошел Люцифер. Он сплюнул на пол кровью и чуть пошатнулся. Что с тобой? Просто встречу с любимым отцом. Ты же мой хороший, моя зая. Он засмеялся и тут же схватился за ребра, не прекращая кашлять кровью. Господи, эти токсичные, одинокие, грустные мужики, которых ненавидят их отцы. Боже мой, почему постоянно происходит именно так? Я подошла к нему, коснулась плеча, чувствуя себя растерянной и беспомощной. Но Люцифер стремительно обернулся, прижал меня к стене и сжал горло. Сочно? Это все из-за тебя? Ну давай, подуши меня сильнее. Что ты делаешь? Он стал внимательно разгадывать мое лицо. Цепкий взгляд остановился на глазах, затем опустился к носу и губам. Ненавижу таких, как ты. Каких? Горячих, сексуальных, своевольных? Не представляете, какие вы на самом деле жалкие. Ты говна сажал? Тебя отец сильно ударил о пол, что ли, или что, я не могу понять. Кто здесь жалкий? Рубашку застегни. Хотя считайте себя такими важными. Отпусти меня. Я хотел вырваться, но он сжал мое горло чуть сильнее. И я почему-то должен отчитываться за тебя. На кой черт я отчитываюсь? Тебя никто не просил, ты сам начал выделываться. Ты сам увязался за мной, вот именно. Я сам? Да! Пусть так. Подобного больше не повторится. Ну и ладно. Советую тебе держаться от меня подальше. Ой, оно началось. А потом не влюбись в меня. Он отпустил меня. Проваливай, с тобой разберутся наверху. Ангел Фенса? Я хотел уйти, но он остановил меня. Что с твоей рукой? Оставил меня здесь одну рядом с этим психом. Если бы ты не подошла ближе, ничего бы не случилось. Он выглядел растерженным. Но взгляд неизменно возвращался уже запекшей кровью на руке. Зигза, это ты сделал. Я его зовут Зигза. Нет, не слушай ее. Лицефер повернулся ко мне. Зигза таит на тебя обидное настроение. Он и стервой меня считает, и теперь еще обижен на меня. Прости меня, мой хороший. Проваливай. Если болит, попросишь обезболивающий наверху. Его голос звучал раздраженно, но лицо выражало беспокойство. Или я видела то, чего не было в действительности. Сама разберусь. Я вышла из камеры. Едва ноги коснулись земли, раздался голос Мисселины. Крысина Уокер, мать твою! Я вздрогнула и развернулась к ней. Очевидно, она меня здесь поджидала. Вы меня напугали. А ты меня разочаровала! Ты знала, что узнавать о своей прошлой жизни запрещено, и все равно нарушила это правило. Пожалуйста, только не вырывай мне крылья с того, пожалуйста. Мисселина осмотрела мою одежду, и лицо ей с каждой секунды становилось все печальнее. Бедняжка. В аду ужасные камеры. Ну как тебе сказать? Ко мне перестал какой-то хер, теперь он считает меня стервой и мразью. Зашибись. Лучшая терапия это секс. Смотрите в шкаф и искать глазами, что хочешь надеть. Ой, настроение снова. Ну-ка, аутфиты, цветочное платье. Костум. Свитер и юбка. Ну, цветочное платье симпатичное, нормально такое. Так-то лучшее. Мой обычный стиль. Куча прозрачной ткани и какая-то хер наклеена, чтобы титке было не видно. Верни обратно ресницы. Кстати, вы знали, как называется кража ресничек? Ограбление века. Потому что они находятся на веке, ресницы. Простите. Чё? Ресницы? Чьи? Демона? А? Мими вскочила с постели и уделила, посмотрела на меня. Где ты была? Зачем тебе ресницы демона? Какие ресницы? Она распахнула дверцы шкафа. А, я, наверное, говорил о во сне. Бич, what the fuck? Мими накинула одежду и мы вышли на задний двор, где нас ждали Ади и Сэмми. А вот и наша бунтарка. О чём вы? Ты разве не слышала, что крысина натворила? Ну, ничего я ей такого не сделала. Я спала крысиной. И спала с крысиной. Мими сложила руки на груди и посмотрела на меня, демонстративно выгнув бровь. Ничего, особенно просто хотела узнать чуть больше о том, кто меня убил. Ну, не скромничай. Она активно общалась со смертными и так долго осталась на земле, что её спохватились и насильно вернули назад. Ты забыл добавить, что с ней был Люций и ему попало от отца. Лицо Мими стало каменным, отстранённым. Люцифер тебе помогал? Ой, щас начнётся. Она на меня обидится. Если это можно так назвать. Так, и что ты узнал о своей смерти? Мой убийца снял машину на проказ и жил в отеле. Да, он готовился. Кому же может насолить девушка, которая только что закончила университет? Ой, опять началось. Я защитила диплома, умерла. Ой, главное не делай глупостей. Ну, уже поздно. Кто знает, какое наказание тебя ждёт, если ещё раз услышишься. Вдруг запрут, как того ученика в башне. В какой башне? Какого ученика? Ани сплетничает хуже маленькой смертной девчонки. Мимо нас прошёл Дина. В знак приветствия он сдержанно склонил голову. Ой, Дина, Дина. Я ему улыбнулась, но он торопливо отвернулся, будто не хотел смотреть на меня. Ну, ничего, ничего. Мы с тобой ещё поработаем вместе, конечно. Мой хороший цветочек. Дина игнорирует меня. В чём дело? Улыбнуться ещё раз? Притвориться, что всё нормально? Улыбнуться ещё раз, ну-ка. Буду дружелюбной. Но Дина никак не отреагировал на эту улыбку. Так, мне чё тебе зубы выбить, чтобы ты мне отреагировал на мою улыбку? Или чё, я для кого тут стою и улыбаюсь в полупрозрачном платье с цветочками, а? Всё нормально? Я бы не сказал. Я думаю, их нужно оставить наедине. Да, правильно, свалили всё отсюда. Ну-ка. Но мне интересно, нахрен пошёл отсюда? Сэмми взял его под руку и увёл. Да, да, правильно, уведи своего парня. Когда мы остались одни, Дина медленно повернулся ко мне, но смотрел он по-прежнему сквозь меня. Дина, ты поступила очень глупо. Я знаю, но это моя жизнь. О какой жизни ты говоришь? Ну, а той, которая у меня была до того... Хорошо. Обо всех... Он усмехнулся, но без злобы, скорее устала. У тебя больше нет земной жизни. Ты просто гость, который пришёл выполнить задание и который уйдёт после. Не больше, не меньше. А вместо этого ты устраиваешь цирк и ещё и впутала в это Люцифера. А ты чё, ревнуешь, что ли, что тебя не впутала или чё? Взволнованный, он взял меня за плечи и посмотрел в глаза. Люцифер — последний человек, которому ты могла бы довериться. Правильно, ревнует, что я не позвал его. О, глупая. Тупая мразь, я знаю. Это ты, глупый. Глупышка. Ты была когда-нибудь у мыслительного дерева? У чего, блядь? У мыслительного дерева? Это чё, что за штука такая? Нет, а чё это? Самое старое дерево на летающих скалах. Оно очищает разум, избавляет от плохих мыслей. И просто красивое место. Чисто в Инстаграм сфоткаться. Хотела бы посмотреть. Да с тобой хоть на красе это мы хороши. Ой, настроение-то какое красивое дерево. Цветочки, лампочки мне нравятся. Настроение пикник, винца бы ещё сюда. Ух, хорошо. Мы поднялись достаточно высоко. Вскоре показалось огромное дерево, возле которого посапывал морской дракон. Фыр! Фыр! Я встал на летающую скалу, она слегка качнулась под моим весом. Надо похудеть, видимо, да? Для того, чтобы летающая скал-то не качалась. Фыр поднял голову, задержал взгляд на мне, и Дина снова закрыл глаза. Хочешь лечь рядом с ним? Я хочу лечь на тебя. Вместо листьев дерево было покрыто чем-то, похожим на светлячков. Они трепетали под ветром, то загорались ярче, то почти погасали. Вижу. Смотри на них. Смотрю. Улигательные диалоги клуба романтики. Смотри на них. Смотрю. Смотри. Смотрю. Тревога, которая тяжелым грузом лежала у меня на груди, стала рассасываться. Сейчас бы пора ссасывать что-нибудь другое, кроме тревоги. Самые темные мысли старых и начали отходить и растворяться. Поедет с легкостью почти нездоровая эйфория. Я рассмеялась, раскинул руки, вдыхая полной грудью. Это что, какое-то наркоманское дерево, что ли? Как это работает? Не знаю. Она просто работает, вот и все. Это я просто всю свою жизнь. Как это работает? Ну не знаю, она просто работает. Вот это я не задаю лишних вопросов. Знаешь, без смерти обувают свои недостатки. Да, например, в смерти вы все мертвые, по факту. Лора, вон, пример вам потрясающий. Иногда хочется уйти в небытие. Это дерево помогает очиститься. Из-за какого-то внутреннего порыва я протянул руку и коснулся его щеки. Он вздрогнул. Едва заметно, но это не ускользнуло от моего взгляда. Я ожидал, что он отстранится, но Дина лежал, не двигаясь. Затем накрыл мою руку своей, чуть повернул голову и писал о моей ладони. Мы что, будем заниматься сексом на драконе, что ли? Ваши отношения с Диной улучшились? Угу. Он чуть отстранился и стал гладить Фыра. А мог бы гладить меня, между прочим. Чего ты гладишь Фыра? Погладь меня. Нужно быть осторожными, понимаешь? Да. Он встал и притянул руку. Пойдем, нас хватятся. Это все, что ли? Я думал, а секс будет, а секса не будет. Печалька. Я почесала Фыра за ушком и нырнула в пропасть за ангелом. Многие из вас несколько конфужены последними событиями. Конфужены – это очень странное слово. Уверяю вас, сбежавшему заключенному нечего делать в школе. Кроме убийства Лоры, да? Надеюсь, убьют тебя, Ости, тоже. Бесишь меня, прям не могу. А что насчет непризнанной? Мы разбираемся. И все же было решено ужесточить тренировки. Люци, Дина, покажите как надо. Мои мальчики. Теперь вы все должны к этому стремиться. Ангелы и демоны разделились на две стороны, пока Люциферы едино разминали крылья. А, это будет это, крыльеборство, да? Вот это, мое любимое. Непризнанные сами выбирали, к кому присоединиться. Путь демона. Ого, а он автоматически пошел. Ничего себе. Я встал рядом с демонами. Ну-ну. Лицо у тебя как говно, мразь. Ости оттолкнула меня плечом и вышла вперед. Я сейчас тебе сапог в жопу запихаю, мразь. Подвинься. Сама подвинься, корова. Стерва, сделать так же. Я сделал шаг вперед, сдевая ее плечом. Подвинься. Думаешь, самая умная человечешка? Думаешь, самая умная крылатая мразь? Мальчики бросились вперед. Люцифер был сильнее, но Дина оказался быстрым и изворотливым. Он уклонялся от ударов Люцифера, но если не удавалось, ему приходилось не сладко. Все кричали, Люцифер, Люцифер. Ади стукнул меня в бок. Из тебя так себе грубо поддержки. Люцифер, Люцифер, так. А я думал, мы за... Нет, не за Дина. Хорошо, пофиг вообще. Сойдет. Они поднялись выше, скрылись за облаками. Было сложно наблюдать за ними. Виднялись лишь мелькающие силуэты. Ну вот, послышался хлопок, от которого многие вздрогнули, и кто-то из мальчиков стрелой полетел вниз. Бах! По земле раскинулись белые крылья. Дина, мать твою! Рядом с Дина свалился Люцифер, но он был вторым. А значит, выиграл. Мне казалось, что я услышал, когда скрипели зубы фианцой. Ну еще бы. Демоны победно улюлюкали. Люцифер протянул Дина руку, и они обменялись рукопожатием. Это было интересно. Да. Благодаря занятиям по крылоборству вы должны учиться высоко летать, перестать бояться высоты. А, вот что такое крылоборство. Я думал, типа мы крыльями будем драться, нет? Я буквально две секунды назад узнал, что такое крылоборство. Можете от меня отстать? Для тебя будет другое занятие. Одним взмахом крыльев ты должна оказаться наверху и так же быстро внизу. Повторяй до тех пор, пока не получится. Спасибо. Зашибись. Отлично. Я хотела уже спускаться вниз, но что-то впереди изменилось. Какая-то мелочь башни привлекала мое внимание. Это тот чувак, который сидит в ней, да? Я стал обглядываться. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Там чувак в башне сидит. Ну-ка. Реально, чувак в башне сидит. Здравствуйте. Пока вы все, это ленивые бездарности, от которых любой дохляк повалит на землю. Старайтесь. Класс. Это, знаете, из-за разряда. Грустишь? Не грусти. Ко мне подбежала мимия и потянула к Энди, Адди и Сэмми. Ой, ну-ка не к Энди. Наконец-то ушел. Время от времени мы устраиваем в тусовке, отдыхаем, делаем, что хотим. О! Английско-демонская вписка. Ура! Учителя знают о ней? Знаешь ты... Энди, завали! Я не хочу тебя сейчас видеть. Без тебя была такая прекрасная серия, без твоего лица. Многие, кстати, не понимают, почему я не люблю Энди. Знаете, Энди один из тех парней, которому говоришь нет, а он до этого воспринимает как да. Меня это бесит. Что наденешь? Ну, очередной невероятно прозрачный наряд, скорее всего. Я встала позади нее. От меня пахло сладкими и в то же время свежими духами. Я пронюхала сильнее и поняла, что так пахнет кожа ее волосы. Ты меня нюхаешь? Да. Прости. Она повернулась ко мне и некоторое время смотрела прямо в глаза. А потом вдруг заговорила быстро и невнятно, будто боялась передумать. В детстве мы с Люцифером всегда были рядом, вместе делали пакости. Пошло очень много лет, мы давно стали чужими, но я скучаю по прошлому. Но вдруг появляешься ты, и обстоятельства складываются так, только что ты проводишь с ним столько времени. Она схватила меня за плечо и сильно сжала. Мими! Мими! Сначала я думала, что ревну его к тебе. Она пустила глаза и рассмотрев мое тело, снова подняла. Но потом призадумалась и поняла, что я не хочу, чтобы этот говнюк забрал тебя у меня. Мими молчала, я тоже ничего не ответила, и тогда она тихо спросила. Что думаешь по этому поводу? Все дело в нашей дружбе, или это что-то другое? Это что-то другое? Я начала судорожно обдумывать все ее слова и поняла, что Мими спрашивает, нравится ли она мне. И что от моего ответа зависит, какой род отношений у нас будет. Ёб твою мать! Просто дружба. Мими опустила мое плечо и грустно улыбнулась. Да, скорее всего. Демоны не такие собственники. Мими больше не будет заходить за рамки в дружбе. Единственная причина, по которой я сделал это решение, это потому, что моя финальная цель, это либо Дина, либо Люцифер. Один из них, никто другой. Так что прости меня. Выглядишь потрясно. Энди отсидел твой наряд. А лучше бы Энди перестал воспринимать меня как предмет. Спасибо. Ну ты тоже хороша настроение. Вечеринка в нижнем белье. Я вам не помешал? Помешал, выйди. Снаружи было тихо, как в склепе. Но стоило нам зайти внутрь, как афония голосов чуть ли не заложила уши. Ангелы, демоны непризнанно общались друг с другом, как ни в чем не бывало. Многие целовались, явно не переживая по поводу запрета. Здесь царила полная свобода и почти что вакханалия. Они не боятся, что узнают о нарушении запрета. Но мне кажется, всем уже поебать. Мой взгляд устоился на парочке демона и ангела, которые слишком активно исследовали тела друг друга. Достроение секс. Все-таки мне обломится, видимо, в этой серии. Запрет условный, но всем наплевать. Мими упорхнула, оставив меня на дне с Энди. Господи! Будешь глифт? Давай. Че это? Огненная Марьева. О, зашибись! А можно мне четыре сразу? Типа алкогольная напитка. Вообще без слов. Давай, стопочку выпьем. Только глифт убил бы людей, а нас он опьяняет. Мой стиль. Ди на нигде не было, зато ли цифер валяжно раскинулся на диване. Рядом с ним устроила самодовольная осень, прижимайсь к его боку. Мразь, гадина, бонючка. Лицефер явно скучал, а в разговоре не вмешивался. Он тоже рассматривал всех присутствующих. И тут наши глаза встретились, да? Ура! Энди подошел ко мне с двумя бокалами глифта. Ну, правильно. Между первой и второй перерывчик небольшой. Держи. Симпатично. Мне нравится, красиво. Все в блестках сразу стало. Горло обожгло, горячая жидкость разлилась по желудку. Гадость. Вначале всегда так. А потом алкоголизм. А ты не знаешь, где Дина? Это слишком развратное место для такого принципиального и правильного ангела, как он. Молодец. Наверное, в библиотеке сидит учиться. Энди сказал это с некоторым раздражением. Энди, с некоторым раздражением сейчас пойдет нахрен. Ости забрала у меня из рук бокал глифта, выпила до дна и бросила в стену. Ты охерела? Че ты за алкоголь меня оставляешь? Бокал разбился на осколки. Я щедя осколок в жопу вставлю, мразь. Ты в своем уме? Демон любит шоу, моя дорогая. Серым мышам вроде тебя не понять. Ну да. Ты же крыса. Ости явно перебрала и теперь говорила больше, чем обычно. Вцепиться ей в волосы! Заткни свой рот! Я схватил ее за волосы и потянул на себя. Отпусти! Она замахнула крыльями, отталкивая меня. Энди стал нас разнимать, все смотрели с недовольством и осуждением. Что с тобой? Да я бы ее и вмазала еще, если бы ты меня не остановил. Успокойся, Ости. Убогим нужно держаться вместе. Че ты сказал? Ну, Энди, прости как бы, но ты действительно убогий. Что вы убогие, вам здесь не место. А, то есть вот так вот, да? Люций по Люций. Энди вспылил, едва сдержавшись, чтобы не наброситься на Люцифера. Я почувствовала, как слова демона острым лезвие прошлись по моему достоинству. Я не могла и не хотела больше находиться рядом с ним. Поэтому молча развернулась и ушла. Энди побежал за мной. Не надо за мной бежать, я нормальная, не пьяная. Сейчас пока в этом порядке. Постой. Он скрепил наши руки в замок и ловнулся теплой по-настоящему. Господи, ну за что? Я же сказал тебе, что нет, вы просто, друзья, отвали от меня. Мими вообще с первого раза все поняла. Энди придвинулся чуть ближе, потом обнял нежное поглаживание по спине. Не надо меня трогать, я не хочу, чтобы ты меня трогал. Убери руки, фу. Че еще пошикай, в жопу себе шикни. Отстраниться, не надо мне вот этого говна. Дверь распахнулась и в вагон вбежал ангел. Кровь капала с его белых перьев, он упал на колени. Крылья его поддрагивали, будто бы даже были сломаны. В чем дело? Предатели! На меня напали! Кто? Кто-то из демонов! Только сейчас ты заметил среди толпы Ади и Сэмми. Ты уверен? Абсолютно демоненок. Кто именно? Я не знаю, запомнил только красные глаза. Он упал на корточки, не удержав рановесие. Сэмми и еще один ангел помогли ему подняться. Демоны ни перед чем не становятся. Заткни свой рот, ты даже не знаешь, что на тебя напал. На меня напал демон, кто-то из вас! Ангелы и демоны начали кричать и ругаться друг с другом. Кто-то затеял драку и разъяренная толпа выплеснулась на улицу. Сейчас мы еще раз отпиздим Ости. Ну-ка, давай. Энди молча слил за всем и вдруг тихо подытожил. Похоже, среди учеников, ангелов и демонов кто-то развязал войну. Серия окончена? А че так? Нифига! Резко и неожиданно. Капец! И да, ребята, сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы нам знали каждый мотиво день. Не забывайте писать свои комментарии, потому что что? Правильный комментарий. Лучше лайка, но и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано. Так что напишите мне, как у вас дела. Как вам это прохождение? Потому что мы прошли сразу две серии. Я очень сильно устал. У меня болит спина, но очень много эмоций. Мы отказали мими. Энди по-прежнему к нам клеится. Поэтому я надеюсь, что он сдохнет в ближайшее время. Кого мы будем выбирать с вами? Давайте решим. Токсичные, разрушенные эмоциональные мужики. Это как бы очень очевидный выбор для нас в такой ситуации. Тем более мы идем по пути демона, по пути мрази, по пути твари, по пути суки. Поэтому как бы наша сучья личность только что вскрылась. Ребятушки, не забывайте ставить лайки этому видео, комментировать. Естественно, делиться им, потому что для меня это очень сложное видео в плане съемки. Это видео я снимал почти 4 часа. Мне предстоит его еще смонтировать. Естественно, это уйдет еще 2 дня. И если вдруг это видео не соберет какой-то минимум просмотров, то, скорее всего, продолжение уже не выйдет. Так что давайте старайтесь. Смотрите. Мне будет очень приятно, если вы оцените мою работу. Потому что спина действительно что-то очень сильно болит. По-моему, я сейчас под в оморок. И да, с вами был я, Энтони. Не лайк. Главное, помните, оставьте серыми себе. Это, чем у всех. В ваших начинаниях я вас очень-очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мои соцсети, Twitter, Instagram и группу ВКонтакте. Там очень хорошо, вкусно и весело. Самое-то главное. Будет очень приятно вас там увидеть. Мерч Капу и Яда можете приобрести по ссылке внизу в описании. Тем самым поддержать меня. Естественно, присоединиться к нашей Капающей Ядом семье. Потому что это очень важно. И да, надеюсь, что у вас все хорошо. И увидимся с вами, надеюсь, в следующем прохождении. Пока.